друзья всем привет с вами макс вы находитесь на канале keep going и тема коронавируса продолжается вчера я ездил в американский магазин и смотрел на весь этот house где люди покупали туалетную бумагу сегодня я планирую поехать в русский магазин мне самому стало интересно что там происходит если это тоже такой ажиотаж и просто скупиться я хочу купить шпротов давно уже не было не был в русском магазине давно не покупал нормальную еду все дни были дожди машина грязная капец ну ничего она очень реально посмотрим как там в русском магазине стоит остановка что там делают люди кстати насчет того что в прошлом видео американцы все покупают туалетную бумагу не начали писать люди в комментариях что они с них с этой этой бумаги делают в общем маски теперь это стало как бы все на свои места я думал они просто стали срать больше оказалось они все-таки пытаются себя обезопасить делая маски из туалетной бумаги в принципе почему бы нет главное чтобы эти маски помогали ладно буду ехать магаз вчера вечером выехал потаксовать думал попробую просто поесть посмотреть там будут люди или нет в общем большинство ресторанов вообще были закрыты клубы были некоторые завешены пленкой в общем вообще полный тухляк людей нет поэтому в такси я уже особо смысла не вижу работа как бы пропала надеюсь это долго затянется то как бы очень это фигово так подъехал я к магазину это магазин pacific co это оптовый русский магазин самый большой в лос-анджелесе но судя по этой парковке полупустой что-то у меня сомнения что тут будет какой-то ажиотаж но я пойду все равно скуплюсь нужны как минимум шпроты может быть еще что-то найду интересное мерседес мерседес вот еще один s550 это русский магазин чего хотите и там еще мерседес тоже два даже в общем все ездят на мерси так ну в общем вот кассы тут очереди это людей нету там один человек на кассе а вот полки вот полки пустые все уже раскупили в основном колбасы и все прочее все ушло все мясное забрали вот тут должны были быть шпроты за которыми я приехал но вот их нет вообще тоже пустые полки смотрите снизу сверху все такие консервы все разобрали тут уже непонятно что бычки остались какие-то да и практически все непонятная штука какая-то а я хотел шпрота хотя чуть такое скинни снэкс меня но тунец гляк пустота магазине и людей нету и продуктов нету так вот это кстати это это хорошо это я возьму это гречка гречневая крупа да и 350 стоит пачка гречка еще осталось вот тут должны были быть макароны тоже практически все забрали так но честно не пойму людей нету но и продукта тоже нету вот остались тут соки воды все такое этого не разобрали а все остальные нужные продукты их вообще нет хотя и людей здесь нет но вот кстати квас класс 250 в общем бутылка кваса такие дела так в общем гляк полный не знаю почему нету там тех продуктов которые мне нужны были я ничего так и не купил и сейчас решил поехать бы я в джонс это типа как бы это бы американский магазин но считается интернациональным там и много продуктов русских тоже есть поэтому поеду туда все-таки поищу шпроты уже так сильно и захотелось просто я уже думаю куплю поэтому поеду за шпротами в общем все видео будет в поиска шпротов подъехал я к магазину это джонс и тут куча мексиканцев на самом деле посмотрим там будет те продукты которые нам нужны или не будет но я решил все-таки на на куплю я еще либо туалетной бумаги либо салфеток а то я посмотрел с не все-таки делают эти маски и как бы их можно сделать много и постоянно менять без проблем не знаю сколько они рабочие ну пусть лучше дома валяется тоже хуже нет этого не будет ребята мне короче повезло вот смотрите есть шпроты кстати 4 бакса 3 бакса еще не пойму разницу до по 4 сайра русская что такое так шпроты называется кита нет это рыба на общем беру я шпроты мне повезло есть они а он там короче касса но кстати очередей нет то есть ажиотаж уже спал по моему вчера все скупили сегодня уже так докупаются просто слушайте это какой-то прикол вот видите вот этот сок 3 топ там чего-то 4 бакса сейчас стоит по моему недавно его покупал либо за 2 доллара либо там даже за полтора чуть не помню и очень смотрю сейчас все соки тут 5 долларов что-то таких цен я вроде не помню раньше я не знали бы мне это кажется ну давайте сейчас запомнил он этот сок я специально поеду в другой магазин и проверил там где обычно его покупал какая будет на него цена просто сейчас 4 бакса за него по моему это дорого да когда я сказал что я куплю сегодня салфеток либо туалетной бумаги я походу размечтался вот тут были салфетки вон там была бумага в общем ничего из этого нету поэтому все останусь я без туалетной бумаги салфеток в общем ажиотаж немного спал и сейчас даже солнце вышло смотрите как красиво то эти дни были пасмурно солнечно вот сейчас уже очень классные настроение поднимается за солнце в общем чего я купил какой у меня запас продуктов и коронавируса гречка мандарины огурцы шпроты и нутелла я думаю это набор достаточно для меня еще найти правда белого хлеба и туалетной бумаги где-то было все четко еще немножко купил себе лотерейных билетов тут две лотерейки и две такие моментальные какие-то лотерейки не знаю когда не пробовал просто по прикол купил думаю посмотрю с работы сейчас не очень то как бы не мешало выиграть джек-пот конечно чтобы были деньги так друзья ну давайте попробуем я сейчас затру эти полоски вы не наброс я нам тут короче одна полоска это выигрышные номера а все остальные полоски это мои номера и посмотрим что-то там нужно совпасть или не совпалет и конечно я уже знаю результат но все равно интерес блин с него мусор сыпется так но очень выигрышный номера я стер это 26 23 16 3124 теперь давайте остальные сотрем так друзья что-то я не понял но по-моему у меня совпала цифра 26 вот она есть 26 и я походу вырал 10 баксов я правда не знаю как их получить сейчас почитаю пойду может его просканирую обратно и узнаю возможно я на 5 баксов в плюсе ну это уже уже прикольно на хотелось бы конечно быть на 250 тысяч вот если совпала такой цифра то 250 тысяч плюсом ну 10 бакса тоже деньги в коронавирус они на дороге не валяются в общем так теперь давайте вторую лотерейку она намного поменьше тоже пока непонятно как она работает но тут можно выиграть до 20 тысяч долларов стоило по моему 2 доллара сейчас посмотрим так ну тут короче как говорится шляпа полная тут нам было собрать три двойки в рядок в линию или в диагональ но у меня никакой из этих двух игр не она так не выпало три двойки везде по 2 поэтому и тень ничего не выиграл а мог что-то выиграть так ну с этим билетом интересно будет разобраться сейчас с этими двумя это типа лотерея там когда будет уже объявлены цифры выигрышные тогда уже можно будет проверить проверить можно там по штрих-коду ладно сейчас разберусь этим билетиком так короче смотрите вот билетик вот я его сейчас сканирую и мне показывает я выиграл 10 баксов ну как их получить я пока нифига не понял короче буду разбираться как получить свои 10 баксов лучше я не знаю я первый раз играл в этой лотереи вообще первой жизни покупал лотереи поэтому без понятия как чего ну думаю свои 10 бакса точно верну обратно сейчас поеду в другой магазин и все-таки попробую найти туалетную бумагу и посмотрю на цены на сок в другом магазине в общем ребят приехали в другой магазин смотрите точно такой же сок как помните там было три топ да и вот он такой есть тут и много видового в общем 249 а там был по 4 доллара возможно это они не повысили цены возможно у них такая цена и было я не знаю ну вот вот этот сок 3 топ они вот 3 топ 3 топ 249 везде 249 а там он был по 4 доллара и там все соки были по 4 тут все намного дешевле то есть нужно возможно это просто другой магазин и разные цены возможно не повысили цену во время вот такого ажиотажа но я знаю если повышать цены на маски например сейчас то за такое можно сесть тюрьму поэтому нельзя спекулировать типа на коронавирусе но с продуктами не знаю в общем друзья такие дела с ним коронавирусом как бы ажиотаж уже спал это вчера все все гребли сегодня уже конечно вчера все закупились и сегодня уже намного более спокойный день я думаю через пару дней в магазинах восстановится все продукты появятся на полках но пока так как есть остался и без салютной бумаги без салфеток но это не столь важно в общем в общем ребят такое было видео всем спасибо за просмотр пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и всем до новых встреч всем пока ну и всем до новых встреч всем пока